Пробыла собака. Продам дачу, сдам квартиру, установим окна. Услуги сантехника и самое худшее. Нужны деньги? Звони и забирай. Конечно, хорошая реклама – это двигатель торговли, а бесплатная реклама – это находка для любого человека. Но ограничения в этой сфере есть. Уже не первый год представители Ленинского БРСМ совместно с администрацией района проводят акцию «Чистый город». Ее цель – очищение города, а именно фонарных столбов, стен, домов и остановок от объявлений, расклеенных в местах, не предназначенных для этого. В акции приняли участие ребята из молодежного отряда охраны и правопорядка «Стрела». Наша молодежь за «Чистый город» решили сделать такой данный рейд, чтобы был чище, краще, как говорится, и в глаза не бросалась разная ерунда именно на столбах. Но хотелось бы обратиться к гражданам нашего города и Ленинского района также, чтобы не наклеивали эти наклейки впредь. И есть для этого платные сайты, объявления, где можно их расклеивать и давать свои объявки. Для чего-либо, чтобы приобрести, либо купить какой-либо товар. Особую опасность представляют мошенники, расклеивающие объявления с предложением денежных средств. К таким объявлениям стоит и относиться с особой осторожностью. А так как информация, размещаемая гражданами в неустановленных местах, наносит прямой материальный ущерб владельцам зданий и объектам инфраструктуры и негативно влияет на внешний облик города, существует ряд мер наказывающих нарушителей. За нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов, в том числе путем размещения рекламной продукции в неустановленных местах, предусмотрена ответственность частью второй статьи 22.10 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция данной статьи такова. Для физических лиц до 25 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей от 10 до 50 базовых величин и для юридических лиц от 20 до 100 базовых величин. Всего в 2021 году на территории Ленинского района за совершение данного правонарушения сотрудниками органов внутренних дел было задержано 7 граждан.